Всем приспект, братва! С вами Марадёр 120 Гигабайт, и сегодня я хочу обсудить с вами очередную, ожидаемую многими игру, Alan Wake 2. Если быть с вами честным и откровенным, сначала я не особо ждал эту игру, а всё потому, что я прошёл первую часть, и не могу сказать, что она очень мне понравилась. Так получилось, что проходил я её сильно после релиза, году этак в восемнадцатом, и поначалу она произвела хорошее впечатление своей атмосферой и кинематографичностью. Но потом, за двадцать с лишним часов прохождения меня очень утомил однообразный геймплей, а сюжет становился всё менее внятным, и в итоге концовка меня просто разочаровала. В целом, я максимально уважаю Remedy Entertainment, которые поразили меня в самое сердечко ещё в детстве, когда я впервые поиграл в Макса Пэйна. Day Control мне показался игрой довольно занимательной, хоть снова сюжет для меня там был не очень внятным, но геймплей она тащила. Про Quantum Break ничего не могу сказать, так как я в него не играл, но вот именно Alan Wake прям отложился у меня в памяти каким-то разочарованием. Именно поэтому поначалу анонс второй части в мае двадцать первого года меня особо не трогал, однако чуть позже, когда Remedy выкатили геймплей, они смогли меня заинтересовать, и заинтересовать сильно. Сейчас мы обсудим, почему новую часть Alan Wake стоит ждать даже в том случае, если первая вам не зашла. Вспомним в целом, что там было в первой части, и обсудим сюжет, и все подробности, которые нам известны о второй. Но перед этим напоминаю, что самые элитные ребята не забывают ставить лайки и подписываться на канал, если они тут впервые и им зашел контент. Некоторые совсем выдающиеся личности, я уверен, подпишутся еще на Твитч и Телегу, ссылочка на которое в описании. Ну а от меня лично спасибо всем, кто остается со мной, а мы начинаем. Погнали. Итак, давайте для начала вспомним, что же произошло в первой части Alan Wake. К тому же на днях Remedy очень кстати выкатили трейлер, который напоминает нам ключевые события первой игры, рассказывает, кто такой Алан, что за мир, в котором он обитает. Отличный, кстати, ход от разрабов, это освежит память тем, кто играл давно, и поможет понять, что вообще происходит тем, кто не играл и не хочет проходить игру 11-летней давности. Алан писатель. В прошлом довольно успешный, он автор книг о детективе Алексе Кейси. Кстати, поговорят, что Алексе Кейси это никто иной, как Макс Пэй, но об этом я расскажу чуть позже. Алан, пытаясь найти выход из творческого кризиса, прибывает в город Брайт Фоллс вместе со своей женой Элис. Они поселяются в домике на берегу озера. Из-за творческого кризиса Алан постоянно ругается с Элис, но тут происходит нечто странное и зловещее. Ночью что-то нападает на Элис и утаскивает ее на одно озеро. Алан называет это нечто темной сущностью. Сущность заставляет его написать хоррор-историю, которая должна стать реальностью. Сама темная сущность является Алану в образе старушки. Однако он видел за этим образом нечто гораздо более пугающее. Посидел бы Алан в наших поликлиниках, он бы понял, что ничего страшнее бабки быть не может. Сейчас я этого пи***а выкину кастельом. В общем, с помощью истории от Аллана эта темная сущность хотела сбежать из того мира, где она была заперта. Однако у Аллана было оружие, чтобы противостоять этой темной сущности, некий выключатель. Чтобы спасти Элис, Аллу надо было прыгнуть в пучину озера, погрузиться глубже, так сказать. Так он и оказался в темной обители, где боролся с сущностью, чтобы взять под контроль свою историю. В итоге ему это удалось. Он побеждает старуху и меняет концовку истории. Однако полного хэппи-энда там быть не могло. Так что ему пришлось принести себя в жертву. Он спасает Элис, но сам остается заперт внутри темной обители. Для него этот кошмар только начался. И тут мы плавно переходим к сюжету и завязке второй части. Событие, которое происходит спустя 13 лет после того, что случилось в Брайтфоллс. Аллан все еще заперт в темной обители и хочет, конечно же, оттуда сбежать. Для этого ему надо написать новую историю с новым героем, который должен его спасти, пока темная сущность не добралась до него. В это же время в Брайтфоллс прибывает агент ФБР Сага Андерсон. Она и будет являться тем самым новым героем. А заодно и вторым протагонистом игры. Она прибывает в город, чтобы расследовать смерть своего коллеги, Роберта Найтингейла. Того самого, который подозревал Уэйка в серии убийств и охотился за ним в первой части. Роберт, видимо, стал жертвой некого ритуального культа. И теперь Сага расследует его убийство. Вот, собственно, и вся завязка. Судя по словам разработчиков, новая часть будет иметь немного другой тон, нежели первая. И если в первой части они опирались основном на произведения Стивена Кинга, то во второй вдохновлялись такими сериалами, как Настоящий детектив и Фарго. Кроме того, на сюжет повлияли легендарный сериал Твин Пикс, а также триллеры Молчание Ягнят и Семь. Можно еще добавить, что в сюжете мелькает двойник Алана Мистер Скретч, который пытается проботить его сознание. Он был главным антагонистом спин-офф Америка Найтмер. Там Алан его победил, но суть по триллеру, он все еще представляет для него опасность. Больших подробностей по сюжету нам не дают по понятным причинам. Именно на сюжет и кинематографичность делается основной упор, и разрабы просто не хотят нам спойлерить игру. Ну ладно, бог с ним сюжетом, это действительно всегда интереснее выяснять, когда тут сам играешь. Но что же нас ждет по геймплею? А по геймплею у нас очень большие изменения. И первое, как я уже говорил ранее, это то, что теперь главных героев у нас два. Кроме, собственно, Алана Уэйка мы будем играть за агента ФБР Сагу Андерсон. По словам разработчиков, они это сделали для того, чтобы люди, решившие впервые поиграть в Алана Уэйка, легче втянулись в мир игры. Многим не хочется проходить игру 11-летней давности, которая к тому же геймплейна сильно устарела. А новый протагонист снизит порог вхождения, поможет взглянуть на запутанную вселенную Алана Уэйка глазами новичка. Игроки смогут узнавать подробности мира вместе с новым персонажем. Кроме того, Алан заперт в темной обители, а разработчики хотели, чтобы действия игры происходили не только там. Так как персонажи находятся в двух разных мирах, сага ведет расследование в Брэйд Фоллса, Алан заперт в мрачной версии Нью-Йорка в темной обители, прямого взаимодействия между ними особо не будет. Если и будет, то, скорее всего, после какого-то ключевого момента ближе к концу игры. Зато между персонажами можно будет переключаться в любое время, ну, за исключением определенных сюжетных моментов, конечно же. Понятное дело, что персонажи связаны, но каждый из них решает свои проблемы и задачи, у каждого, так сказать, своя цель. И второе очень серьезное изменение — это смена жанра игры. Первая часть хоть была достаточно мрачной, но по геймплею была довольно однообразным шутером от третьего лица. Новая же игра будет полноценным survival-хоррором. Разработчики утверждают, что не будут спамить в нас скримерами, ибо они выше этого. И будут стараться напугать игрока, создавая напряжение, используя окружающие звуки и другие жуткие детали атмосферы игры. По моему личному мнению, жанр survival-хоррора подходит этой истории намного больше. Он сам по себе более атмосферный и погружающий. Я надеюсь, что однообразных пострелушек в игре станет меньше, и они уступят место интересным головоломкам и исследованию локаций. Ожидается классический для жанра элемент, и нехватка патронов и ресурсов, использование аптечек, перестрелки станут медленнее, но сложнее. Суть по трейлерам, разработчики явно вдохновлялись ремейками Resident Evil от Capcom. Но для Remedy это будет первый проект подобного жанра. Раньше, какие бы мрачные и загадочные истории они нам не рассказывали, все их игры были именно шутерами от третьего лица. Да, получается у нас здесь прям какой-то конец эпохи, ну посмотрим, справится ли Remedy с новым для себя жанром. Кроме всего прочего, в игре будут и детективные элементы. Играя за Сагу Андерсон, нам надо будет опрашивать свидетелей, изучать улики и сопоставлять их в неких чертогах разума. Это тоже довольно интересное нововведение. Я надеюсь только, что Remedy не перемудрят тут и сделают этот элемент игры недушным и увлекательным. А то там уже какие-то разговоры с мертвыми планируются, и я все же надеюсь, что история будет такая более приземленная, более правдоподобная, да, а не слишком перемудренная, как в том же Control. Кстати, из Contra сюда также переехали элементы Метроидвани, их обещают улучшить. Это означает, что некоторые локации, в которых мы уже были, можно будет посетить снова, чтобы доделать какие-либо незаконченные там дела. Этот пункт меня скорее расстраивает, так как я не фанат Метроидвани, однако, опять же, если Remedy сделают это увлекательным и недушным, тогда это пойдет игре только на пользу и добавит разнообразие. Тут уж надо ждать релиза и пробовать. Кроме вот этого основного пласта такой информации про геймплей и сюжет, есть еще несколько интересных подробностей и фактов, сейчас я расскажу про них, а потом мы перейдем с вами к заключительным мыслям. Итак, насчет Алекса Кейси и то, что это Макс Пейн. Об этом ходит много слухов. Сами разработчики намекали в первой части Алана Уэйка, что история Макса Пейна это не что иное, как произведение Алана. Однако, как вам известно, права на Макса Пейна принадлежат теперь другой компании, Take-Two, которая издавала третью часть. Поэтому и пришлось именить его именно Алекса Кейси. Как вы видите, внешность Алекса дал тот же самый легендарный главный сценарист Ремеди Сэм Лейк. Более того, озвучивать Алекса будет тот же самый актер озвучания, что озвучивал Макса Пейна. И многие считают, что это не просто совпадение. Посмотрим, раскроется ли подобное развитие сюжетной линии Алекса Кейси в сиквеле Алана Уэйка. Мне бы лично очень этого хотелось. Игра создается на собственном движке Ремеди, который называется Норт Лайт, и который был специально проапгрейзен для сиквела. Это тот же самый движок, который использовался в играх Quantum Break и Control. Скажу от себя, что картинку он выдает отличную, так что ждем достойной графы. Прохождение игры займет около 20 часов, что вроде не так много, но и не так мало. Зависит все от геймплея и подачи сюжета. Вот в первой части, например, за 20 часов я уже начал выйти с того, что геймплей был довольно однообразный. Я ненавидел эту игру под конец. Надеюсь, что тут 20 часов пройдут легче и увлекательнее, без искусственного затягивания игрового процесса и скучных перестрелок. Из Quantum Break в сиквел Алана Уэйка приехали киновставки. Это интересная манера подачи сюжета, как по мне. По крайней мере, мне очень доставило, когда в одном из трейлеров Алан оказался на каком-то телешоу. Выглядело забавно и пугающе одновременно. Надеюсь, киноставки будут оформлены в тему и не испортят атмосферу основной игры. К игре уже заявлено два платных дополнения, которые входят в состав сезонного пропуска. Они называются Night Springs и Lake House. Однако, кроме них, сиквел получит еще несколько значимых бесплатных DLC, которые будут доступны всем владельцам игры. Что в них будет пока не уточняется, но новость, по-моему, в любом случае приятная. Как всегда, отдельно про локализацию. Здесь все довольно-таки стандартно и ожидаемо. В игре будет локализация субтитров на 14 языках, среди которых, слава богу, есть русский. Русская озвучка не планируется, но ее не было и в первой части. Поэтому, я думаю, здесь мы переживем. Ничего страшного. Спасибо большое, что субтитры есть. Я уже счастлив, правда. Выходит игра 27 октября на консолях нового поколения и на ПК эксклюзивно в Epic Games Store. Тут, к сожалению, конечно, можно долго взмущаться, что вот, игра не будет доступна в семье. Какого хрена? Но надо понимать, что Epic Games здесь являются еще и издателем. Так что, эксклюзивность в эпическом гей-сторе была вполне очевидна. Тут уж ничего не поделать. Так, все. Я рассказал вам все подробности, которые мне удалось найти. Если вдруг я что-то пропустил, пожалуйста, напишите в комментариях. Я и все, кто смотрит, уверен, будут вам очень сильно благодарны. Но перед своими финальными мыслями я напоминаю вам, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вам, конечно, все понравилось. Ну и жду всех в телеге и на этой чате. А насчет игры в заключении хочу сказать следующее. Несмотря на то, что первая часть меня оставила, так сказать, не в восторге после прохождения, Remedy все-таки смогли меня заинтересовать сиквелом. В основном благодаря тому, что решили делать необычное продолжение в своем стиле с пострелушками и наркотическим сюжетом, а постарались сотворить нечто для себя новое. Подогнали игру под более подходящий жанр, в котором будут пробовать себя впервые. И подобная смелость достойна уважения. Видно, что Remedy старается сплести свои игры в одну интересную вселенную. Пусть местами и могут с этим чутка перемудрить. Однако они явно горят своим делом. Ясно, что окончательные выводы мы с вами сможем сделать только после релиза, поиграв в игру. Однако такое ощущение, что разработчики действительно знали о проблемах первой части и провели работу над ошибками. И совсем скоро мы узнаем, получилось у них или нет. Тем, кто досмотрел до конца, большое спасибо. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Увидимся на стримах и в следующих видео. А на сегодня это все. Шестких всем респектов. Йоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова